Всем добрый день! Меня зовут Мишин Вадим, мы с вами находимся в парке Сокольники в Ранитарии. Итак, продолжаем серию наших разговоров о наших питомцах, которые живут, лечатся, выхаживаются и так далее. Сегодня я бы хотел вам рассказать об Орле. Вот сзади меня Алтай, Алтуша, это девочка, это могильник. Могильником он называется только в России, больше нигде. По латыни его называют солнечный орел, по-латински. Это Акила Хелиос, то есть орел солнечный. В большинстве европейских странах его называют императорский орел. В России матушки он всю жизнь назывался орлом, или тоже императорским орлом. Но почему-то, почему-то в конце 19 века взяли его и переименовали в могильника. Тут есть две гипотезы. Одна гипотеза, натуралисты, которые наблюдали за этой птицей, подметили любимую манеру сидеть на возвышенностях в степной местности. Это курганы, это какие-то могильники, и вот оттуда пошло название. И есть еще вторая гипотеза, связанная с биологической особенностью поведения этой птицы. Она интересна тем, что эти орлы, они хоронят своих родственников, усопших, то есть пару. Если кто-то погибает, то он ее закапывает. Это совершенно не типично для птиц, да и вообще для диких животных. Но эта птица обладает вот такой особенностью поведения. И вот решили ее назвать могильниками, отобрать даже слово орел. Но по красоте, по импозантности, по такой породистости формы головы, вот, конечно, этот орел уникален. Очень красивая и замечательная птица. И орнитарий выходит, на самом деле, с общественной инициативы. Мы, как автономная некоммерческая организация, ходатайствуем. И будем дальше ходатайствовать, уже готовим соответствующие документы о реабилитации этой птицы. Чтобы вернуть ей название, прежде всего, орел. А дальше, наверное, нам надо определиться. Все-таки это будет либо латинское название, как это соответствует виду, солнечный орел. Либо императорский орел, что тоже, согласитесь, неплохо.